Вся история человечества сопровождается большими или малыми конфликтами за территории, ресурсы, влияния. Минувший 20 век потрясли две мировые войны с перерывом в 20 лет, в которые были втянуты десятки стран. И через сто лет интересно, какой узел противоречий привел к конфликту, какими событиями сопровождалась Первая мировая война. В 110-й годовщине начала мировой войны и 90-летию разрушения Никольского собора была посвящена ежегодная научно-практическая конференция, которая состоялась накануне в Черкесске при поддержке Пятигорской и Черкесской епархий Русской Православной Церкви и Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алеева. В традиционных потолпашинских чтениях приняли участие ученые из Москвы, Краснодарского края, Армении, Белоруссии, Чекии и других регионов. В этом году конференция проводилась в День Учителя, и это символично, ведь история – наш главный учитель. Среди участников конференции, как никогда прежде, было много молодежи. Это студенты институтов и средних профессиональных учебных заведений. На основе научных изысканий, результатов исследовательских работ растить и воспитывать подрастающее поколение. Это одна из приоритетных задач, которые ставили перед собой участники форума. Вопросы, обсуждаемые традиционно на потолпашинских чтениях, актуальны, как никогда ранее. Вопросы, связанные с историей, культурой, традицией наших народов, всегда вызывали интерес, и в этом смысле нам есть чем гордиться. Научные труды и работы просвидетельского характера, вышедшие в свет в рамках потолпашинских чтений, находят своих слушателей, читателей и способствуют созданию культурно-просвидетельской базы, на которой основана и наша уверенность в том, что будущее нашего Отечества в созидательном развитии, в мире сотрудничестве всех народов, живущих на этой земле. Первая мировая война 1914-1918 годы, ставшая одним из важнейших событий в истории российского государства, отразилась на судьбах народов Карачаева-Черкесии. Тысячи уроженцев нашего края стали на защиту Родины. Осознавая себя частью Большого Отечества, они мужественно и героически сражались на фронтах. Большую помощь фронту оказывало и гражданское население нашего края. Дела наших предков в период Первой мировой войны стали подлинным примером патриотизма и дружбы народов. В связи с этим считаю очень важным образовательный аспект данной конференции. В нынешних реалиях нам приходится сталкиваться с искажением толкования, не объективной трактовкой многих исторических событий и общественных явлений. По этой причине, дорогие ученики конференции, возникла необходимость в создании нового учебника «Иссорий России», который рекомендован Министерством Просвещения России. И в этом году все школьники страны приступили к изучению историй по новым учебникам. Боевое братство казаков-угорцев сыграло важную роль в защите интересов России в годы Первой мировой войны. И сегодня на территории Карачаева-Черкесии и в целом на Северном Кавказе живут в мире и в дружбе представители разных национальностей. Они крепят основы сооруженства, заложенные нашими предками в годы Первой мировой войны. Особенность Баталпашинских чтений этого года заключается в том, что у нас организована студенческая секция, на которой молодые ученые смогут поделиться своими знаниями и, наоборот, задать вопросы тем ученым, которые уже давно занимаются исследованиями. В студенческой секции принимают участие у нас более 10 учебных заведений. Это колледжи среднепрофессиональные, высшие учебные заведения Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Первое дело – это воспитать в детях чувство патриотизма, любви к своей родине, уважение к другому народу, любовь к культуре народа, с которым он проживает. И поэтому мы здесь будем стараться молодым людям донести и в том числе вот такие нормативы, которые им будут полезны в жизни. Участников и гостей форума приветствовали министр Карачаева-Черкесской республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Мурат Есинеев, представители Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева и мусульманского духовенства республики, руководители Института гуманитарных исследований и общественных движений. Ведущий научный сотрудник Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований Наталья Васильевна Кратова подчеркнула, что пять лет назад бутылопашинские чтения имели несколько другой статус. Проводились локально, в отдельных регионах. На сегодняшний день форум приобрел международный уровень. Первая мировая война – это ведь серьезная страница не только истории России, но и международной истории, потому что полностью изменилась геополитическая ситуация, и она имела огромные последствия для последующих событий. Поэтому, конечно, мы не могли обойти без внимания эту юбилейную дату. И серьезная дата, которая уже локального уровня – это 90-летие разрушения Никольского собора, это был собор, войсковой казачий собор, и, естественно, что это событие тоже отложилось на дальнейшей истории, но уже Карачаева-Черкесии. Первая мировая война – это действительно, с одной стороны, печальное событие, но, с другой стороны, оно позволило консолидировать наши народы. Ведь сколько было героев Первой мировой войны и среди горцев, и среди казаков, и действительно было это военное братство, доблесть, и показали те примеры героизма, которыми может гордиться сегодняшнее поколение. Мы очень надеемся, что конференция станет площадкой, на которой ученые могут опробировать свои научные изыскания, и также студенты у нас и колледжей, и вузов, которые присутствуют, они получат те знания, которые помогут им лучше узнать нашу историю. А это ведь очень важно для подрастающего поколения, потому что только благодаря знанию истории мы можем воспитать настоящих патриотов. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института древних рукописей Республики Армения Айк Акапян занимается изучением контактных зон христианства. И этим его и привлекают Республики Северного Кавказа, Дагестан, Осетия, Карачаево-Черкесия, где, по мнению ученых, происходит соприкосновение двух культур, двух великих религий – православия и ислама. Я думаю, что это хороший повод познакомиться с коллегами для дальнейшей коллаборации, для дальнейших сотрудничеств и для ознакомления конкретно того материала, что я исследую, то есть поле это научное, которое я исследую в Ереване, а сейчас вижу воочию. Доклад по христианству и христианским обычаям и вообще по обычаям черкесов по армянским источникам XIX века. Это и рукописи из Матена Дарана, это и рукописи из Национального архива Армении, из разных рукописных и архивных хранилищ Армении. Доцент Кубанского государственного университета, научный сотрудник Московского первого казачьего университета Олег Валерьевич Ратушняк, постоянный участник Бадалбашинских чтений. Основной акцент в своем докладе ученый сделал на важных аспектах участия кубанского казачьего войска в Первой мировой войне. И как любому изыскателю, ему интересны научные труды коллег. Мы упор делаем на историю региона, поэтому очень много работ, посвященных регионам новической тематики. Кроме того, по опыту прошлых лет, мы с коллегами, организаторами конференции, в этом году впервые делаем студенческую секцию, когда уже ребята смогут поделиться тем, что они находят, изучают со своими коллегами, сверстниками. И это будет способствовать, опять-таки, популяризации знаний о истории нашей страны и региона. На самом деле Бадалбашинские чтения – это не только научное мероприятие, где мы пытаемся реализовать свои какие-то научные дарования и поделиться научными наработками. Это встреча добрых друзей. И в этом году многие из нас, листая программу чтений, смотрели не только названия докладов, но прежде всего их авторов, фамилии. Потому что хочется увидеться, поделиться той радостью, поделиться своими впечатлениями, поделиться теми наработками, которые за год у нас, в принципе, произошли. Я могу сказать, что сегодня не только внешняя международная обстановка формирует современный инфоповод. И ведь мы, люди, которые занимаются в той иной области науки, тоже откликаемся на вызовы современного общества. И, безусловно, уроки истории, они всегда актуальны. И история, самое главное, учитель наш. Первая мировая война в творчестве Алексея Толстого. Тема доклада студентки Крачаево-Черкесского госуниверситета Радмилы Стребковой. В нем девушка пытается провести параллель с современной историей. Мне кажется, что это очень важная тема, потому что он раскрывает все аспекты мировой жизни, как тыловой, так, в принципе, и где идет сам бой. И так как сейчас в нашей стране примерно такая же ситуация, благодаря его произведениям мы можем понять, что сейчас испытывают ребята там. И, в принципе, вообще думать и понимать, как они там, что там. Потому что что тогда, что сейчас, мне кажется, боевые действия совершенно одинаковы. Мой доклад заключается в том, о содружестве двух довольно разных народов. Горных кавказцев и степовых казаков. Как они вместе переживали те и иные события, как вместе там боролись за урожай, в год не урожая, а в целостности о взаимопомощи в Первой мировой войне, когда была создана дикая дивизия. Вам интересна тема? Конечно, безупречно. Даже я вот сегодня в рубахе славянской, казачьей и в карачаевской папахе. Профессора, педагоги и студенты, православные и мусульмане, лицом к лицу. И это тот правильный формат, который позволяет делиться информацией, не противоречащей страницам истории большой страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok